Эти карты по звуку и маневренности напоминают маленьких мух, которые слетелись на заключительные в этом сезоне зимние соревнования на Грибном канале. Этап собрал 16 человек. Взрослые состязались, дети, которых было большинство, тренировались. Главное траекторию наработать, а потом будет уже легко и во весь газ ехать. То есть на зимнем картинге можно ехать во весь газ? Да, и не бросая его, но только перед поворотами. А, не страшно? Нет. Но сначала я боялась, когда мотор был мощный, а сейчас мы поставили под меня, и теперь уже не страшно. Зимний картинг от летнего отличают шипы. Но поскольку это первый сезон за последние 10 лет, организаторы пока не вводили единых требований для резины. Каждый участник мог подобрать размер в зависимости от стиля пилотирования. Чем длиннее шипы, тем больше сцепление с дорогой. Однако есть и другие различия в технике, говорят тренеры. Особенно это касается подвески карта. Он шире и выше поднят, чтобы было не так сильно зацеплял за все остальное. И нагрузка на оси другая. То есть заднюю ось сильно загружать надо, чтобы она не буксовала. То есть развесовка по колье другая тоже. Сам трек несложный. Овальная форма напоминает трассу для Наскара. В одном направлении по кругу. Но длинных скоростных прямых нет. И скорее всего не появятся. Это прежде всего для детской безопасности. Это классика. Классический трек 400, который по всем канонам создан. 400 метров длина, ширина у нас определенная. Высота бруствера. Его толщина. И на следующий год, конечно, у нас много идей и вариантов, как можно иметь и вот эту классическую трассу. Также еще несколько дуг, добавить виражей. Ее какую-то расширенную версию, уже такую более серьезную. Также у Алтайской Федерации Автоспорта есть некоторые планы по возрождению летнего картинга. Сейчас главная сложность найти трассу, которая подходила бы по всем требованиям безопасности. Данил Кузнецов. День с толком.